но если вы не слышали вам повезло друзья всем привет вы на канале прогулки по корее сегодня мы с вами в городе сеул в районе спорткомплекс сейчас мы выйдем из гостиницы и пройдемся по самому обычному району где живут простые горожане и посмотрим что происходит в 11 вечера воскресный вечер в таком районе вечернее время рестораны уже не работают и кафе я смотрю связано с коронавирусом обычно здесь кипит очень яркая жизнь мотоцикл здесь в основном для доставки еды у каждого ресторанчика стоит мотоцикл либо пользуются аутсорсными доставками тоже на мотоциклах завтра рабочий день поэтому уже народу не так много как допустим пятницу вечером или в субботу наверно уже закрываться будут многие заведения удивительно что работают так как есть закон что работать можно до десяти вечера а сейчас уже так 22 56 вот так доставляют еду думаю просто походить посмотреть поснимать может быть что то съесть баскин роббинс баскин роббинс к сожалению баскин роббинс уже закрывается здесь есть такие вот игровые автоматы можно выиграть игрушку в россии тоже были в свое время очень популярны на том здании наверху написано pc это компьютерный клуб вот они точно работают допоздна какая-то новая тесла в последнее время часто встречаются именно такие модели новая и грязная есть уличная еда сосиски оттен хот-доги тоже какие-то то же самое креветки кимпабы жареные вот это очень интересный магазин здесь продают лотерейки 6 из 45 сам иногда их покупаю именно в этом магазине написано что первое как по-русски даже забыл уже первое место заняли пять человек то есть выиграли главный приз и второй приз 19 человек выиграли те кто купили именно в этом магазине лотерейку зашел купился тоже один билетик на удачку с крестким пальчики как правило в этих домах те которые на центральной улице они полностью отданы под коммерческую недвижимость а которые находятся в проулках где не так много народу ходит там живут люди выдерживаю рекламу пиво ханмак кстати очень хорошее пиво рисовое наверное из всех в корее пиво которые я пробовал видов пива самое вкусное был вот этот ханмак рэндолф бир тоже какой-то бар кафе ресторанов баров огромное количество они фактически на каждом шагу просто здесь такая культура и люди постоянно находятся в этих заведениях по вечерам во первых недорого из-за большой конкуренции по нынешним зарплатам так совсем смешные цены а во вторых это просто уже культура сложившиеся десятилетиями кушать семьей именно в кафе дома здесь не любят готовить потому что поесть в кафе стоит не намного дороже чем купить продукты и готовить дома доставщик проехал на самокате на электросамокатах я еще не встречал доставщиков кстати в Сеуле очень много дорогих европейских автомобилей особенно очень много Порше Мерседесов дошли до перекрестка вдали виднеется башня Скай Тауэр либо по другому Лотте Тауэр ее называют высоту она достигает 555 метров и является, если я не ошибаюсь четвертым по высоте зданием в мире на Лотте Скай Тауэр мы уже поднимались как-то но обязательно еще раз сходим туда снимем и покажем для вас ждем когда загорится зеленый свет когда горит светофор еще загорается вот такая вот полоса а когда горит красный то горит красного цвета полоса мелочь но приятно вот эти полосы красные и зеленые на светофоре их стали делать потому что люди постоянно смотрят смартфоны вниз а наверх не смотрят и поэтому когда они стоят на светофоре и смотрят смартфон они краем глаза и видят какой цвет вдоль тротуаров везде вот такая вот есть полоса эта полоса сделана специально для слепых в принципе в каждом районе на всех центральных улицах не удивляйтесь в Корее это нормально выпускать газы здесь не держат их но если вы не слышали вам повезло мы были в квартале малоэтажных домов они называются здесь вилами а следующий квартал это уже квартал апат в Корее называется апат и по-русски просто многоэтажки как правило здесь строят 20 с лишним этажей вот иду и не могу понять что здесь изображено я сперва подумал военный но скорее всего здесь изображена статуя проведения какого-то броска дзюдо учитывая что этот район называется спорткомплекс подошли уже немного ближе к этой башне нижние этажи если не ошибаюсь 5 этажей это торговые центры внизу находится огромнейший автовокзал я когда увидел его размеры я даже не поверил что такие автовокзалы существуют тем более под землей там просто я думаю что не десятки даже автобусов я думаю что больше сотни точно а потом идут офисные здания выше уже жилые этажи и на самом верху смотровые площадки кафе и пив бар 123 этажа если не ошибаюсь а на самом-самом верху там есть проход между башнями то есть между двумя вот этими пиками дошли до следующего перехода кто-то занимается фитнесом в двенадцатом часу ночи бегуны бегают для моего глаза уже все привычно потому что я здесь много раз уже бывал интересно как вам тем кто впервые все это видит видится если если не затруднит напишите обязательно в комментарии что вам понравилось или что вас удивило в том что вы увидели ночью в Сеуле в Сеуле лично что удивило меня то что Сеул по сравнению с тем что было допустим два года назад стал практически безлюдным возможно связано с коронавирусом возможно с чем-то еще но раньше в любое время суток всегда было очень много народу и на улицах и заведениях и машин очень много ездило а сейчас такое чувство как будто случился какой-то пост апокалипсис куда-то люди просто большая часть пропала вот подошли поближе к нему лотте скайтауру фактически находится за следующим перекрестком здесь же находится торговый центр лотте здесь вообще огромная территория вся застроена лотте здесь есть и целый квартал жилых домов также эта башня также огромный лотте ворл парк для детей озеро также лотте гостиницы торговые центры можно сказать что это мини город лотте и кстати в этой же башне проживает основатель и уже бывший владелец компании лотте кстати очень важно до этой башни до этого квартала вы можете доехать от аэропорта на 6006 автобусе идет прямо до этой остановки дошли до лотте ворлда уже пол двенадцатого ночи это вход в огромный огромный парк обязательно снимем для вас хороший объемный ролик вот это основание этой башни это торговые центры и вот сама башня вблизи кстати до коронавируса здесь раз в год проходил салют один раз мы на него попали было очень красиво обязательно 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 снимем когда закончится коронавирус и покажем вам тоже спустились подземный переход под землей также можно пройти все торговые центры и прочее так интересно сделано все естественно уже не работает здесь же станция метро и междугородняя автобусная станция нам нужно пройти на другую сторону поедем обратно уже на автобусе там входы в метро а здесь лаганин код выход можно расплатиться обычной банковской картой но при выходе обязательно пробиться еще раз для того чтобы не сняла больше денег чем стоила поездка если вы при выходе не пробьетесь то он снимет полностью за весь маршрут до конечной проезд стоит 1 доллар для того чтобы выйти нужно нажать на вот эту кнопку вот мы и вернулись в свой квартал но перед тем как прийти в гостиницу нужно что-нибудь перекусить друзья ну что на этом наша прогулка сегодня завершена уже пол первого ночи мы вернулись в номер отеля кафе уже все закрыты не получилось покушать что-нибудь хотелось такое легенькое типа суши уже нету взял раменчик как всегда лайки подписка и до встречи в следующем ролике пока пока пока